Привет друзья, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали. Я всегда считал, что лучший метод воспитания детей это показывать им хороший пример. Ни крики, ни просьбы не принесут положительного результата, если ребенок видит, что его родители сами не выполняют того, что от него требуют. И никаких компромиссов здесь быть не может. Вспоминаю один случай. Когда сыну было 7 лет, мы всей семьей собрались на отдых. Ехать было долго, но я наслаждался каждым километром. Пейзажи вокруг красивые, как на картине, через открытое окно залетает теплый ветерок, по радио играет приятная музыка, дети на заднем сидении о чем-то спорят. Заехали на заправку, дети начали просить мороженое. Я взял на всех, даже себе купил. Хотя вообще к сладкому равнодушен, но тут проникся атмосферой лета. Едем, кушаем, жизнь прекрасна. Тут сын открывает окно и выбрасывает обертку. Хорошо, что мы не на большой скорости ехали. Я смог быстро сориентироваться и припарковать машину на обочину. Вокруг лес, людей нет, только птички поют. Вышел из машины, освободил от продуктов один из пакетов и протянул его сыну. Выходи. Куда? Удивился малой. Будем мусор собирать с обочины. Сын попытался отпроситься, начал конючить, шмыгать носом. Еще и жена решила за него заступиться. Послушай пока музыку, солнышко, попросил я жену и начал объяснять сыну, что пока он не принесет мне полный пакет мусора, дальше не поедем. Никакого моря, пляжа фруктов и сладостей. Если не хочешь, так уж и быть, возвращаемся домой. Сначала исправительные работы проходили со слезами, но потом в глазах сына зажегся огонек азарта. Я взял второй пакет и пошел рядом. Меньше чем за 20 минут мы очистили небольшой участок дороги и вернулись в машину. Теперь мы поедем на море? С надеждой спросил сын. Теперь поедем. А потом я решил объяснить сыну, почему отправил его собирать мусор. Что это не моя прихоть. Наша земля это родина, а родину надо любить и оберегать от всякого мусора и не только в виде конфетных фантиков и бутылок из-под пепси. Жена потом сказала, что скучнее моего монолога ничего в жизни не слышала. Но сын все понял. А почему ты пошел со мной мусор собирать? Ты ведь свою обертку не выбрасывал? Спросил он. Твоя ошибка это также и моя ошибка. Значит я что-то упустил в твоем воспитании, поэтому должен понести наказание вместе с тобой. С тех пор прошло много лет. Сейчас моему сыну 15. И своих маленьких сестренок он учит не мусорить. Только вместо наказаний он придумывает для них разное пошление. За такой подход к воспитанию я в первую очередь благодарен своему отцу. Своих детей научил, что главное в жизни нести ответственность за свои действия. Я уверен, что внуком он бы гордился. Кстати сына я назвал в честь дедушки Андреем. А что вы думаете о таком поступке и словах отца? Все ли правильно он сделал? На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.